Привет! Как дела? Сегодня я расскажу про съемки фильма под названием «Аметист», который мы снимали на первом курсе фильммейкинга в моем лондонском университете London Southbank University. Это был уже второй семестр. Мы уже прошли три предмета. Это видеопортрет, о котором я вам уже рассказывала, если кто не помнит, смотрите в этом ролике. Это эдитинг и монтаж и документальный фильм. Ну, о документальном фильме я кое-что уже рассказывала, если кто хочет, посмотрите в этом ролике. Про эдитинг и монтаж — это достаточно такая техническая тема. Может быть, если кому-то интересно, пишите в комментариях, расскажу. А на втором семестре, в продолжении предмета видеопортрет, мы стали изучать пространство. То есть как преподнести пространство, где происходит съёмка, где живёт и находится объект, который вы снимаете, будь то главный герой или какой-то предмет, о котором вы, допустим, делаете документальный фильм. Поэтому всё, что находится в пространстве, также говорит об этом человеке или об этом предмете, с кем он коммуницирует, через какую призму он смотрит на этот мир. В общем, очень интересно. Нас обучали заходить в какую-то комнату и рассматривать практически под лупой абсолютно всё, вплоть до из каких цветочков созданы обои, какие там рамочки, кто на фотографиях изображён, какие повешены шторы какого цвета и что это может означать и говорить о человеке. И также игра тени, игра структуры, фактуры, будь то это зеркало или какие-то металлические трубки, или даже просто какие-то предметы интерьера, которые могут дополнительно рассказать о персонаже. И для того, чтобы снимать фильмы, нам нужно было создать мир этого человека. Ну, чаще всего это о человеке идёт речь, о главном герое или о его противнике, конкуренте или ещё о ком-либо. Надо преподнести вместе с ним всю его жизнь через призму его среды обитания. Поэтому мы разделились на несколько групп, у нас на курсе, я уже говорила, было 60 человек, и нас поделили где-то по 4-5 человек, и было нам задание пойти и снять какое-либо пространство и через какую-то историю рассказать о его features, то есть о его характеристиках. Что мы найдём в этом пространстве, мы всё должны показать в этом фильме. И это была наша такая вот зачётная работа. Сам фильм я покажу в конце. Мы долго думали, что же мы пойдём снимать. На всё про всё у нас было, по-моему, недели 2-3, ну, съёмка, плюс монтаж, плюс ещё эссе на эту тему надо было написать. И так как мне очень нравилась лестница в моём университете, которую я сразу же обнаружила, а кое-кто из моей группы даже не знал о том, что она существует, я предложила снимать именно эту лестницу. В чём её особенность? Многие уже знают о том, что мне нравится тема космоса и всё, что с ним связано. Поэтому я очень люблю фиолетовый цвет и звёздное небо, и также хай-тек. Ну, это, видимо, у меня ассоциация происходит с космическими кораблями, всё такое металлическое, серебристое. В общем, увидела я такую лестницу прямо в первый день моего посещения университета. Я не стала ждать лифт, так как аудитория находилась на втором или на третьем этаже, где мы все вместе встречались, и я пошла пешком. Ну, просто увидела напротив лифта написано «вход на лестницу», и я решила подняться по этой лестнице. А остальные, видимо, поехали на лифте, и так они ездили на второй и третий этаж. В основном там проходили все наши уроки на лифте. Вообще, здание было восьмиэтажное, и когда я увидела эту лестницу, я решила проехать на лифте на восьмой этаж и по ней спуститься, прямо пробежаться. В общем, что это за лестница? Это такой серпантин, который идёт отдельно от всего здания. Ну, то есть, это, видимо, пожарная лестница, через которую можно будет спуститься в случае пожара. Но когда я увидела это синее-голубое свечение, эти металлические трубы, я просто поняла, что это космос. Я просто была в восторге от своего университета только благодаря этой лестнице. Ну, поначалу. Я вообще забыла про лифт, я всегда поднималась по лестнице. Ну, конечно, если не приходилось ездить там на шестой, на восьмой этаж, тогда уже поднималась на лифте. И я предложила девочкам снять фильм именно про эту лестницу. Они сначала засомневались, ну, типа, что там за лестница такая, чтобы про неё ещё фильм снимать. Ну, решили пойти посмотреть. Когда они вошли на эту лестницу, а я их специально подняла на восьмой этаж, изначально сразу, чтобы они в глубину посмотрели, как это выглядит с самого потолка. То есть, это просто падение в космос. И они сказали, да, мы даже не знали о таком. Хотя уже полгода к этому моменту учились в университете. Мы спустились вниз по этой лестнице, посмотрели, что мы там можем снять, и стали снимать ступеньки, её перила, вот эти вот металлические, вот эти вот огоньки синие, светящиеся снизу. Мы заметили звуки, тени, на каких-то этажах открывались двери, и происходили хлопки, и какой-то гул, сняли всё это, и думаем, а как же мы можем это всё использовать? Ну, вот лестница, лестница, вот такие звуки, вот такие вот тени, вот такие вот фактуры. И в итоге решили ещё показать просто, как люди по ней поднимаются. Ну, и как бы мне девочки сказали, ну, пройдись по ступенькам, мы посмотрим, как это будет выглядеть. Начали снимать меня. Это был мой первый опыт в качестве актрисы. Сказать по-честному, это было очень сложно. Просто повернуть вот так вот голову и куда-то посмотреть. Мы снимали 20 раз, потому что я делала всё не так. Я не понимала, как актриса, какая моя задача и что я должна делать. Оказывается, это очень сложная работа, это надо войти в роль и вообще понять сценарий. А у нас сценария-то никакого не было. Мы начали просто снимать руки, ноги, поднимающиеся, спускающиеся по лестнице. Так как это был февраль-март, я была в своём фиолетовом свитере. На первом курсе я чаще всего надевала его. И так как было холодно, видимо, в университете экономили на отоплении, я всегда была в перчатках. У меня руки всегда мёрзнут. И вот эти перчатки мы начали снимать. И как-то эти перчатки решили потом обыграть. Также почему-то, я не помню почему, меня заставили снять обувь и пройтись по ступенькам босиком. Получилась такая история, что я иду куда-то, слышу какие-то звуки, оглядываюсь по сторонам, вижу какие-то тени. Ну, вот всю вот эту фактуру, что мы сняли, мы это всё показали. И в итоге я дохожу до самого верха, а там наверху была такая, ну, как бы дверь металлическая, видимо, в которую можно будет вылезти в случае пожара тоже. Не знаю, мы уж туда не полезли наверх. И мы её тоже сняли. И также сняли вниз, что там сверху видно. Вот эту вот всю глубину этого лестничного пролёта. И решили, а дай-ка мы снимем вот эти перчатки, и они просто полетят вниз. Как это будет выглядеть? Вот как они летят вниз? У-у-у-у-у-у-у. И решили снять сверху и снизу. Ну, то есть у нас было несколько дублей. И в итоге потом получилась такая история, что я как бы дохожу до самого верха, и исчезаю, и от меня остаются всего лишь одни перчатки. так вот лежать на полу вот в этом космическом пространстве. То есть меня украли инопланетяне, или что-то со мной случилось, или это конец моей жизни, или ещё что-то. В общем, думайте сами, решайте сами, о чём эта история была. Но было достаточно интересно и увлекательно снимать именно вот такое вот пространство. И благодаря этому предмету, благодаря этому курсу мы поняли, как надо использовать пространство в своём фильме, в будущем, что надо показывать, как надо ставить акценты, чтобы показать героя с его положительной или с его отрицательной стороны. В общем, очень много всего интересного я узнавала на этом курсе. И обо всём по порядку потихонечку рассказываю вам на этом канале. Так что, если вам интересно, не забудьте подписаться на канал, чтобы не пропустить новые ролики о моём обучении на курсе фильммейкинга в Лондон-Сасбанк-Университи. Ну и так как в этом фильме был использован фиолетовый цвет моего свитера, а также вот эти вот фонарики, которые светились внизу лестницы, мы долго думали о названии, как же это назвать. И в итоге на тот момент я носила примерно вот такое кольцо с аметистом. И говорю, а почему бы нам не назвать его аметист? Камень которого представляет фиолетовый цвет. В итоге названием нашего фильма стал аметист. А, и ещё в честь окончания моего университета я в конце курса, когда получала диплом, купила себе гарнитур, серёжки и кулончик серебряный с аметистом. И вот так вот остался мне на память о моём обучении в Лондон-Сасбанк-Университи вот такой вот гарнитур, который я до сих пор ношу и вспоминаю лучшие годы своей студенческой жизни. Ну, а сейчас смотрите тот самый фильм. Пока на этом всё. Не прощаюсь с вами. До скорых встреч! Субтитры создавал DimaTorzok ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА 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 ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА